Чао, друзья! Сегодня у нас невеселый выпуск. Мы сейчас идем встречаться с моей подписчицей. И у нее произошла очень неприятная ситуация, которая происходит со многими иммигрантами в новой стране. Ну, ее, грубо говоря, кинули на деньги. Ну, то есть обманули, обещали оказать услугу в получении ВНЖ. В итоге человек здесь живет уже долгое время. ВНЖ все еще не оказано. Человек ее заблокировал во всех соцсетях. Денег, естественно, она обратно так и не увидела, потому что не может человеку дописаться. И услугу она не получила. То есть человек документы не получил. В общем, какая была цель этой услуги? Получение документов. Она не оказана. Она попросила меня приехать и хочет рассказать сама все поподробнее. Так что сейчас с ней встречаемся, где-нибудь присядем. И она поведает вам свою грустную историю. Так что присоединяйтесь и учитесь на ее ошибках. Это лучше всего. На своих не нужно. Так, ребят, вот мы и встретились с Юлией. Хочу вам представить. Привет. Привет. Ну, я, в общем, ребятам уже рассказал. В принципе, в общих чертах твою историю. Но я подробностей не знаю. Если можешь, рассказывай. Подробностей много, тем более, что я, как бы, за правду, за справедливость. И, как уже сказала, вчера подняла переписку в WhatsApp, всю хронологию составил. У меня даже краткое описание событий есть. Ты подготовился. Я подготовилась, да. Я не хочу никого, как бы, оклеветать, оговорить. Поэтому у меня есть неопровержимые доказательства, скажем так. Поэтому я буду их применять. Ну, вообще, людям, да, интересно как раз вот твоя история со стороны, чтобы самим потом не наступить на эти грабли. Потому что твоя история, если честно, не новая. Мы когда с тобой первый раз встречались, я у тебя спросил, я не знаю, ты помнишь или нет, я говорю, кто тебе там делал? Ты говоришь, там, ты вот, ты была типичная, окрыленная, приехавшая в первый день. Да она, такая молодец. Она мне квартиру нашла, все пообещала, сказала, я уже почти с документами. Так и было. Это прям, ну, вот помнишь, да? Мы же первый день встретились, ты мне помогала. Ну, я не в первый, по-моему, там, ну, наследно, в общем, прям. Где-то рядом, да, ты вот как раз только с самолета там прилетел, мне передавала документы. Тогда мы с тобой, в общем-то, и познакомились. И ты такая, я смотрю, прям, поаккуратней, пожалуйста, прошу, ты. Да она, такая молодец, я сейчас все сделаю. Ну, и вот спустя сколько уже месяцев? Три, четыре, шесть? Время летит. Нет, я вру, пять. Пять месяцев, да? Пять месяцев, да. Спустя пять месяцев ты, в общем-то, без документов. И без денег. Да. Я, кстати, подсчитала весь свой финансовый расход на всю эту историю, и я в конце, естественно, ее озвучу. Но, наверное, начать нужно немножечко раньше. Это вообще, как я ее, ну, почему я к ней обратилась. Дело в том, что, ну, в 22-м году я решила, что я уезжаю из России и выбираю для своей релокации Черногорию. Изучаю вопрос, как здесь можно легализоваться, и понимаю, что мне подходит вариант открытия фирмы и получения ВНЖ по фирме. Ну, в общем-то, самый хороший вариант. Самый хороший вариант, да. Но также я понимаю, что я абсолютно в стрессовом состоянии, разбита, убита этой всей ситуации 22-го года. И я понимаю, что я самостоятельно не смогу просто заниматься вот этими документами, кого-то искать. Тем более, что Черногория до этого ни разу не была, и языка я не знаю, и не слышала. Это невозможно. Нет, это возможно, конечно, продлеваться ты будешь, скорее всего, сама уже там. Когда ты немножко, даже язык не так, ты освоилась, ты осела, ты уже себя более уверенно чувствуешь. Ты приехал, ты турист. Понятно, нужен помощник, это, ну, само собой. То есть, да, правильнее, наверное, было бы сначала действительно приехать, осмотреться, пожить, и потом уже принимать решение. Но я переезжала одна, и, естественно, я всего боялась, и вот это, еще раз говорю, подавленное состояние. Поэтому я приняла сразу, еще находясь в Москве, решение, что я, как бы, обращусь к помогатору. И нашла быстро достаточно несколько человек. С некоторыми я общалась, но свой выбор остановила. На той единственный. Да, да, и Ирине Ириске из бара. Почему? Она вообще очень активно пиарится в Инстаграм, и она просто воплощение доброты, позитива. Эмпатии, всего вот этого человеческого, чего мне очень не хватало. Ну, наверное, до момента получения денег, да? Ну, не совсем. Не совсем. Не будем клеветать. Видишь, деньги-то она получила, получается, до того, как мы с тобой встретились. А я еще была окрылена. А, ты перевела деньги прямо сразу, из России еще? Я делала предоплаты ей, небольшие суммы. Всю основную сумму я оплатила ей, когда приехала. Вот. И, да, я заказала у нее полный пакет тогдашних ее услуг, куда входило как раз подбор жилья. Я не буду мучиться, я сейчас, у меня все запротоколировано. Да, это лучше все. У меня есть скрин, собственно, с ее Инстаграма, где вот у нее прям полное описание сопровождения релокации. Если хочешь, я потом вставлю. Да, хорошо. Консультация. Это важный пункт, потому что мы вернемся к этому в конце нашего разговора. Подбор недвижимости под аренду. Встреча в аэропорту. Ну, это ладно, меня встретили. Заселение, сопровождение, подписание договора аренды, открытие фирмы, оформление ВНЖ. Помощь и подсказки. Вы в надежных руках, там внизу подписаны. Ну, в общем, все, я приехала. Ты знаешь, начало моей истории. Меня заселили. Мы сразу... А, нет, еще вот такой момент я пропустила. Да, меня заселили, но... Та квартира, которую она мне подобрала, владельцы не давали нотариально заверенный договор. А когда я приехала, как раз вступил в силу вот этот новый закон. На тот момент... Изменения, да. Вот. Но Ира, девчонка шустрая, она мне говорит, я договорилась с бухгалтером, который будет вести твою фирму, и за дополнительные 150 евро мы тебе такой договор сделаем. Естественно, я соглашаюсь, но... Ну, сейчас это типичный услуг, кстати, да. Люди как-то выходят из ситуации. И я заселяюсь. Меня сразу ведут к бухгалтеру. Бухгалтер Черногорка Лиля. У нее помощница Серпка Ивана работает. Я там все подписываю, все документы на открытие фирмы и так далее. К нотариусу идем, я подписываю на них доверенность. Очень быстро открывается фирма. Вот я вся такая счастливая, окрыленная. И тут надо еще заметить то, что я заселяюсь. Я приехала в Будву, а Ира живет в баре. То есть она меня как бы передала, сказала, вот это Лиля. И основное общение как бы я должна вести сама с ней. Ну, окей. Ты меня видел. Я вот такая вся. Плюс любовь к Черногории случилась мгновенно. В общем, фирму открыли, все классно. И 6 февраля я уже иду в МУП с пакетом документов. Все там делаю, всю эту процедуру. Мне дают по тверду, где указано, что недостает, там пара документов не хватало. Один из которых, тот самый, нотариально заверенный договор. То есть на этот момент они тебе еще не сделали договор? Нет. На тот момент все было очень быстро. На тот момент они его еще не подготовили. Ну, как бы все логично, все объяснимо. Это тоже нормально, когда ты подаешь только часть документов. Да, конечно. И потом подносишь. В течение недели можно донести без всяких проблем. Вот. Ну, я с этой под твердой к бухгалтеру отдаю ей. Она говорит, все, не вопрос. Тебе, МУП, больше ходить не надо. Мы сами все сделаем. Да, мы сами все сделаем. Ну, вообще шикарно. Ну, классно. Отлично. Звучит хорошо. Звучит очень даже неплохо. Да. У нас с Ирой прекрасные отношения. Опять же, я думаю, что это исходит от меня, потому что я ее не дергаю. Я вижу, что все действительно очень классно получается. Я радуюсь жизни. Она мне, значит, в какой-то момент присылает сообщение, что 10 марта мне надо будет идти в МУП, получать уже боровок. Но до этого надо зайти к бухгалтеру и взять последнюю под твердую, по которой, собственно, получать карточку. Все, супер. Еще раз скажу, у нас с Ирой были очень хорошие отношения. Был даже момент, когда я оставалась у нее ночевать. Я ездила в бар. Она собирала всех своих, скажем так, подопечных, с которыми она работала. И у нас такой а-ля званый ужин был. То есть, ну, правда, очень позитивно все. Вот. 7 марта. Сложно забыть это число. 7 марта я иду к бухгалтеру. Тут я не знаю, насколько нужно рассказывать о том, что с местными бухгалтерами достаточно сложно бывает общаться. Потому что, если она тебе говорит прийти к 12, это значит, что ты приходишь к 12, но попадаешь к ней. И она когда-то придет. Да, и она когда-то приходит через минут 40. Хотя в конце истории я расскажу про другого бухгалтера. Ну, опять же, я принимаю все правила игры. Я приехала в другую страну. Ну, да, ты не должна углубляться в эти вопросы. Ты не должна изучать эти вопросы. Ты заплатила услугу и фактически должна ее получить на выходе. Да. Поэтому, да. Ты же не знаешь всей процедуры. Да. 7 марта бухгалтер, такая вся взвинченная, отдает мне бумажку по тверду, где говорится, что до 8 марта я должна донести нотариально заверенный договор. При всем при том, что Ира мне писала, что 10 у меня получение. Один день у тебя остается. Да, и у меня-то нет этого договора, это они должны донести. И она говорит, что вот, Ивана, ее помощница, заболела, и они 13-го числа этот договор обязательно донесут в МУП. Опять же, я принимаю и эти правила игры. Естественно, я Ире это все написала, та меня успокаивает. Ну, да, как бы вот такая ситуация. Ну, окей, ну, всякое бывает, опять же, да? Все мы люди. Вот. Ну, и вот. И как бы начинается... Наступает 8-ое, да? А, какое там, 13-ое? Да, она сказала, что 13-ое. Наступает 13-ое, тишина. И тут просто так получается, что как раз вот в этот период я устраиваюсь на работу. Ничто не предвещало, я не искала работу. Она сама меня нашла, причем по моей профессии, я интерьерный дизайнер, и уж я никак не могла подумать, что в Черногории мне сделают предложение пойти работать именно, как бы, по профессии. А это идеальный вариант. Идеальный. Ты приехала и будешь заниматься любимым делом, да? Тем, что ты умеешь. Да. Еще и за деньги. Да, еще и за евро. Еще и за евро. Когда рубль утекает куда-то каждый день. Вот. Естественно, я соглашаюсь. И у меня, как бы, начинается вот этот еще процесс вливания, как бы, в новые обязанности. Я работаю теперь в офисе. У меня есть график с 9 до 6. И, соответственно, я не могу вот так вот распоряжаться своим временем. Периодически я пишу этой Лиле, что, ну, когда вы мне дадите бумагу, а я уже сама начинаю, как бы, переживать, что... Я уже сама понимаю, что мне должны дать бумагу, где написано, что я все документы предоставила. Да, конечно. Ну, она просто подтверда, она выглядит подтверда, документы сданы, и никаких оговорок нет, что там донести и так далее. Да, да, да. Она так и называется, подтверда. Да, да, да. А до этого тебе давали бумажку, там, как раз, вот, прошение донести. То есть она не подтверда. Это не подтверда, да. А подтверда, это когда все, у тебя все сдану, тебе дали подтверду, она определенная форма, ты с ней приходишь и получаешь. Понятно. Ну, вот я даже не знала, как бы. Ну, в общем, да, я ее прошу дать мне вот эту вот подтверду уже, получается. И я никак не могу с ней встретиться, потому что я работаю с 9 до 6, она работает, у нее офис работает с 8 до 4, то есть вечером я никак не могу. Утром я прихожу, дверь закрыта. В какой-то момент мы с ней кое-как договариваемся, я ей объясняю, что я устроилась на работу, а я работаю на Язе, и, ну, от Будова без машины не попасть, скажем так. Нас возят на машине наши коллеги. Вот. И в один из дней она мне говорит, окей, завтра, типа, там, в 8 приходи, а они еще должны были мне диплом мой отдать и вот эту вот подтвердить. Я прихожу в 8, никого нет, я жду полчаса, никого нет, без 10 меня должны забрать, отвезти на работу. В итоге так и происходит, я уже сижу в машине, объясняю своему коллеге ситуацию, что я вот запыханная, как бы не могу никак документы забрать. Он говорит, это важно, давай я тебя отвезу. Везет меня туда, ждет меня, я прихожу. Там сидит одна Ивана, это вот помощница, и такая, и разводит руками, типа, она ничего не понимает, хотя она меня знает, она тоже занималась моей документацией. Я говорю, дайте мне диплом, ну, то есть, я так понимаю, что мы с человеком заранее договорились, она же должна подготовить, да, вот эту работу. Да, конечно, конечно. У тебя фактически, если все нормально, у тебя есть твоя папка, в которой лежит твоя готовая печать, твои уставные документы, твои все ксерокопии, твои переведенные копии нотариальным переводчикам. То есть, все вот это вот, то есть, судебным переводчикам, все это лежит в твоей папке. В нормальной компании ты приходишь, твою папку достают, и там все твое досье, от и до. Вот, вот, и, ну, тут справедливости ради надо сказать, что эту папку они мне отдали еще, когда вот мы только фирму открыли, единственное, что там не было вот этих договоров, ну, в общем, то, чего не хватало первый раз, этого не было. Так, эта папка у меня была, ну, соответственно, у них же тоже должна быть копия такой папки. Вот, вот, это, короче, руками разводит, говорит, Лиля там где-то, трубку не берет, в общем, я уже злюсь. И пишу Иря сообщение. Будь добра, приедь в Будву, сама встреча со своим бухгалтером, а она ее нахваливала, говорит, это вообще лучший бухгалтер Будва. Разберитесь, да, в вопросе, почему я это делаю. Да, да, я, когда у тебя оплатила успеху, да, забери, пожалуйста, мои документы. Она абсолютно лояльна мне отвечает, да, говорит, Юля, я тебя понимаю, я тоже переживаю, что-то уже совсем затянулся этот вопрос, да, я приеду. У нее еще тогда не была машина, и поскольку я на работе, я договаривалась со своим знакомым, чтобы он забрал за меня эти документы. Вот, и, в общем, она там ближе к вечеру приезжает и передает только диплом и говорит, Юля, твой боровок, он уже готов. Ну, просто его еще не привезли в МУП Будвы. Опять же, нормальная ситуация, да. Нормальная. Почему? Сейчас ты тоже скажешь нормальная ситуация. Почему не привезли? Потому что она узнала в МУПе, это вот как бы цитата, что из большого наплыва людей МУП пропустил тендер на пластик, и пластик закончился. Я в базе есть, боровок есть, пластика нет. Часто тоже бывает, да. Окей. Через неделю мои коллеги... Вообще, все звучит неплохо. Неплохо, неплохо, конечно. То есть, это реально, сроки затягиваются, тем более к сезону ближе, начинается оформление массовых работников в кафе, рестораны, гостиницы, отели. Пластик часто заканчивается. Это конец марта, это вот уже как раз тот самый наплыв, да. Вот. Неплохо, но вот только через неделю, даже не через неделю, раньше, мои коллеги приходят, вот просто каждую неделю реально кто-то приходит, снова свои пластиковые карточки, мы ржем над этой фотографией, потому что там очень смешные фотографии получаются. И я спрашиваю, а вы когда подавались? А они мне говорят, там, в начале, середина марта. И они-то приходят, вот они забрали, а я подалась 6 февраля, и на мне-то пластик закончился, и как-то уже не стыкуются. Ну да. И, ну, я все равно скажу честно, что я очень долго доверяла Ире. Ну, ты позитивный просто человек, ты до последнего верила в лучшее, да? Да, до очень последнего. Да, и тут еще такая ситуация, мне 6 апреля надо было лететь в Стамбул, я встречалась с подругой, а я законопослушный человек. И я понимаю, что у меня как бы нет документов, ну, по сути. Мне сама та же Ира рассказывала историю, когда там какую-то женщину оштрафовали, потому что она не проявила оплату туристичке. У меня, получается, документов нет, как бы, ну, мне неприятно вот это вот, с кем-то там разговаривать на каком-то языке, да, объяснять то, что я не могу объяснить. Вот, и я ее прошу, я говорю, окей, пластик закончился, несмотря на то, что мои знакомые приходят каждую неделю с пластиком. Я говорю, ну, пришлите мне, пожалуйста, мою подтверду. А, то есть на этот момент у тебя подтверды нет? Нет. Да, когда у тебя подтверда, вот зрителям скажу, если вы получаете подтверду, это вот подтверждение того, что вы сдали все документы в МУП и просто ждете изготовления пластика, то у вас, в принципе, вам уже не нужно ни виза ранить, ни выезжать. Вы можете выезжать из страны, заезжать, все, у вас есть документ о том, что ваши документы готовятся, все нормально, все принято. А у тебя на этот момент, оказывается, не было ее еще даже. Нет, я и говорю, что она мне ее так и не отдала. И вот я хочу включить это голосовое сообщение. Да, интересная история получается. Вроде бы все и гладко, но несовпадений много. Но вот такой, я его обожаю. Ты не переживай, пожалуйста, я тебя пыталась объяснить, что? Ты в базе, в базе, у тебя уже есть уровень, он уже есть в базе. Никто тебя никаким образом не выдерут из страны, твои, ну, типа, как будто бы в какой-то вселенной. Тебя где-то остановил полицейским, такого не происходит. И решил пробить тебя по базе данных. У тебя по базе данных уже ВНЖ в стране готово. Тебе не могут его выдать, потому что пластика нет. И твой знакомый Михаил сказал, что он, оказывается, тоже два месяца ждет. И ему тоже говорят. Ну, это уже другая история. Михаил этого не говорил. То есть у него совсем там другая история. Просто у него сначала жена подавалась, а он ждал, когда жена получит. Соответственно, у него просто немножко затянуто это все было. Но Ира, в общем, все по-своему это перевернула. Неважно. В общем, космический полицейский меня должен проверить, и я в базе. Увидеть твой барабак в базе. Да. За день до того, как мне улетать, да, когда я просила все-таки подверду мне прислать, она мне давала всю ссылку вот на тот документ, где было написано, что я до 8 марта, значит, должна... Донести. Донести, да. И говорит, вот здесь этот номер, как бы все без проблем. по этому номеру тебя пробьет, и у тебя есть. И у тебя все есть. Да, да, да. Вот. За день до того, как мне улетать в Стамбул, мне присылает она фотографию, очень некачественную, смазанную. Вот такую. Печать некачественная, потому что фото некачественное. Ну, я вкратце скажу. Там говорится о том, что я все документы сдала. Ребята, что? Так это выглядит. Ну да, смазанная, вообще ничего практически не видно. Но там нет даты, когда я должна получить боровок. И мне... Нет, да, а должна быть. Прямо конкретно отдельной строчкой написано. Такого-то прийти и получить. Да. И мне все на работе говорят. А уже ржут надо мной просто. Юль говорит, ну не бывает такого. Не бывает. Ну какая-то фигня. А я просто до последнего. Ну, тут еще надо объяснить, почему я до последнего. Потому что у меня на самом деле был очень дикий такой жизненный период. Я устроилась на работу. Я работаю как бы по графику. У меня новые... Ну, как бы я должна заново там что-то изучать. Обязанности новые, коллектив. Да, параллельно с этим я еще веду свои проекты, которые у меня были. Мне надо их закончить. В России еще остались. Ну да, я удаленно работала. Параллельно с этим у меня курс черногорского языка. Надо делать домашние задания. Надо вообще, в принципе, как-то более продуктивно к этому подходить. Жизнь бьет ключом, и ты вливаешься в новую страну таким напором. Напором, да. Но и в этот момент у тебя еще и вот эти проблемы. Да, и времени у меня нет вообще. У меня утро начинается в 5.30, заканчивается день в 10. А еще хочется что-то посмотреть, как-то выдохнуть. Хотя при всем при том, ты себе покупала это самое спокойствие за немаленькие деньги. Да, и я за это заплатила, чтобы как раз своими делами спокойно заниматься. И тут вот такая история. Вот, и мне все говорят на работе, Юля, тебе надо идти в МУК. А я не хочу туда идти, потому что это уже апрель. Это время, когда там люди ночевали на лестнице. На картоночках, да. Это когда там были драки. Я не хочу идти туда. Лишний раз не хочется просто так сходить, проверить, постоять в этой очереди с 7 утра. Сейчас там более-менее рассосалось. А был наплыв как раз, да. Ну, а наступает день Икс 28 апреля. А все это время до вот этот месяц, они мне, значит, и раз бухгалтером говорят о том, что мой боровок есть, просто пластика нет, это все виноваты эти толпы, ла-ла-ла. И вообще, Лиля прекрасный бухгалтер. И мне даже в лоб идти не надо будет получать карточку, потому что только Лили приносят в офис готовые боровки, чтобы ты знал. А при подаче вы писали, вы подавали доверенность, что она за тебя будет получать? Подавали, да? Да. А, тогда да. Да. Ну и в общем наступает 28 апреля. Я очень хорошо помню весь этот день, начиная с утра, потому что у меня был урок черногорского по утрам. В 7, по-моему, утра мы занимались. А я понимаю, что я вот просто, вот как это говорится, не в ресурсе. У меня ничего не получается, я не могу ничего запомнить, я не могу говорить. Потому что я уже на стрессе, на взводе, вот переполненном просто информацией. Вот. И моя преподавательница видит, что со мной что-то не так. А я уже психую реально. Я вообще-то в равновешенную, но тут психую. И я начинаю ей рассказывать свою историю, а она, Таня, она тоже из бара, и она знает Иру косвенно, не лично, но они знакомы. И я ей рассказываю эту историю с такой надеждой, что сейчас мне Таня скажет, Юль, да всё хорошо, не переживай. Да, всё будет нормально. Ну так бывает там, да. Короче, ты успокоения ждала. Но! Таня с такими глазами слушает эту историю и говорит, Юля, тебе надо идти в МУП, не затягивай. Ну и тут, конечно, до меня доходит, что в МУП мне надо идти. А я до этого ещё просила у Иры, говорю, передайте мне нормальную бумажку. Ну да, не вот эту. Вот эту вот, да, которую я печатаю в таком сером виде. Я говорю, передайте мне живой экземпляр. Я даже прочитать не могу, что тут написано. Вот, вот, а они мне там какую-то просто, в общем, говорят, что эта бумага находится в МУПе, если бухгалтер успеет её забрать, то мне её отдадут, если нет, то не отдадут. В общем, уже какая-то вот правда ерунда. У нас уже с Ирой на тот момент были испорчены отношения, потому что я уже так жёстко начала, ну, не то, чтобы жёстко, но более настойчиво просить у неё. Вот. И, в общем, у нас на работе наша любимая утренняя кофейная планёрка на тему, как, кого дела? Кто получил боровак очередной? Да-да-да, сбор на кафу. И мне коллега говорит, короче, я сейчас еду по делам в Будву, и ты едешь со мной, ты едешь в МУП. В общем, везёт меня в МУП. И тут вот, кстати, да, люди, которым тоже могут говорить, что боровка нет, идите хотите, стойте в очереди, узнавайте информацию, а там типа очереди дикие, тут надо понимать, дикие очереди на подачу боровка. А на то, чтобы получить его или узнать какую-то информацию по своим документам, которые вы уже подали... Живая очередь. Живая очередь. И обычно небольшая, да. Да, очень небольшая. За 15 минут я подошла к окошку, а меня трясёт всё, меня всё научили, там я себе записала, как что говорить. По-черногорски, да. По-черногорски, да. В общем, подхожу я к этому окошечку, женщина, отдала ей вот эту распечатку, и вот та, которая до 8 марта, она у меня тоже была на руках. В общем, я две вот эти бумажки ей отдаю, и смотрю, она такая суетится, значит, что-то по базе посмотрела, потом пошла в бумаги и ищет, там что-то листает. Я такая стою, думаю, наверное, сейчас дадут. Она карточку мою ищет, да? У тебя, ну ты и суперпозитивная на самом деле, я уже так понимаю, что в принципе всё идёт не туда. Нет, на этом моменте мой позитив закончился. Мне дают бумагу, где написано, что 14 апреля мне было отказано в выдаче Боровка, по причине того, что я не донесла, в частности, нотариально заверенный договор аренды. И я не знаю, смогу ли я заманить те чувства, которые я испытала, но вот просто ситуация. Я в чужой стране, у меня всё уже сложилось, я устроилась на работу, я познакомилась с кучей прекрасных людей, я уже влюблена в эту страну, я хочу здесь жить. Я заплатила деньги людям, которые устроили мне своей безалаберностью, за мои же деньги, вот такую проблему. И я не знаю, насколько это плохо, вот то, что я сейчас получила, расписалась о получении вот этого документа. Я не знаю, чем это грозит, что мне делать дальше. Я понимаю, что, конечно, я Ире задам вопрос, но я понимаю, что моё доверие опущено просто ниже плинтуса к этому человеку. И что бы она ни сказала, я не смогу прислушаться к её совету. Да, конечно, на 100% верить. Да, в тот момент я реально думала, что сегодня именно я уже узнаю вкус раки, потому что я вообще-то не пью крепкие алкогольные напитки. Да, но в тот момент я готова. Да, ну спасибо большое моим коллегам. Они написали мне, приезжай на работу, будем решать, что с тобой делать. Вот, и, в общем, я приехала на работу. Да, я отправила фотографии Ире, этой бумажке с вопросом, что, как дальше. Она сказала, что она сейчас приедет в Будву к бухгалтеру и будет узнавать. Вот, в общем, параллельно с этим моя директриса узнаёт, как вообще быть правильно в этой ситуации, потому что отказ пришёл 14 апреля, я об этом не знала. 28-го я его, получается, получила. И официально всё расписалось. Ира, значит, пишет, что всё нормально, мой Боровак готов. Хотя отказан, конкретно написано, что отказан. Да, да. Он и не готовился, фактически. Да, что Святая Лиля сдала все документы, но в МУПе потеряли этот договор. И что они сейчас подадут новый, и в ближайшее время мне выдадут карточку. Я, конечно, понимаю, что это можно ждать очень долго. И там через знакомых знакомых, в общем, мы получаем информацию, что по законодательству Черногория человек, который получает отказ на выдачу, на следующий день должен покинуть страну. Да. То есть пересечь границу. Ну, соответственно... Ну, у тебя нет больше оснований находиться в стране, тебе нужно по правилам выехать и заехать опять, да. Да, и заехать, и тогда уже можно заново подаваться. Да. А я, естественно, не знала, я не платила туристичку, и я уже попадаю на штраф. Мы начинаем думать коллективом, как мне лучше выехать из страны. Какой тропой. Ну, так я скажу, что, в принципе, они часто, 80% вообще не смотрят на эти. Но я, когда делал пересечки, нет-нет, да, скажут, дай квитанцию оплаты. То есть обычно нет, но бывает такое, да. Ну, вот, я еще раз говорю, я человек законопослушный, и мне, в принципе, вот это вот все очень сложно. Вот, как бы, вот эти вот... Я не смогу нормально ответить, там, что, как, почему. И мы ищем, значит, решение, как проще мне пересечить границу. Я думала лететь в Сербию, потом думала, что в аэропорту могут все-таки спросить. Потом есть вариант, типа, поехать в Сербию на автобусе. Ну, самое хорошее решение, естественно, нашлось в конце. В общем, ребята вспомнили, что у них есть... Я не буду называть имен, что у них есть хороший знакомый, который делает визораны, выпускные герцеговины. Вот, я с ним связываюсь, объясняю свою ситуацию, что вот у меня, как бы, проблемы с документами. Он говорит, я все понял, постараемся в лучшем виде, как говорится, все сделать. На ближайший выходной я с ним, значит, в машину записываюсь. Все интереснее и интереснее. Ребята, слушайте, впитывайте каждое слово, потому что вот это очень яркая ситуация. На самом деле, ну, бывает такое, ну, вот, чтоб прям отказали, чтоб не донесли просто документ, ну, то есть, прям безалаберности, потому что у тебя все было хорошо. Я вот, я тоже делаю ВНЖ, я тоже делаю ВНЖ, но я сразу на берегу всем говорю, ребят, у вас должен быть комплект документов. Если у вас нет, мы не начинаем делать, потому что я знаю, что миллион способов пойти, что-то там, чему-то не так. Но когда у тебя есть все документы, все идет хорошо, понимаешь, все хорошо. Есть у тебя справочка, опять, справка о несудимости, понятно, если она у тебя готова, из России тебе кто-то прислал фотографию, можно по ней, потом она дойдет. Она никуда не денется, она дойдет. Но вот эти вот документы, которые тут на месте делаются, конечно, они должны быть готовы. И если они у вас готовы, то, в принципе, я не вижу препятствий получить там карточку. Это самая простейшая страна, где можно получить ВНЖ. Я не знаю, проще место, только в Россию, поехать со своим паспортом, наверное, здесь, ну, вообще нет проблем, в принципе, нет. За грандпаспорт в России, наверное, сложнее получить, чем здесь ВНЖ. Конечно, здесь очень просто получить. Когда, ну, человек, который тебе помогает, он тебе сразу говорит честно, что вот тебе надо вот это, вот это, вот это, потом ты пойдешь. Это, извиняюсь, зависит от человека, насколько честно. Ну, да, но я не понимаю, человек берет, я вижу твои распечатки, и человек берет очень много денег, очень много. То есть, ну, в два раза, наверное, я вот так по цифрам смотрю, в три раза больше, чем там берет мой бухгалтер. И это дорого. То есть, меня вот это, конечно, удивляет. За эти деньги, ну, не на руках, конечно. Мы еще дойдем до этого вопроса, я поясню, да. Ну, и в итоге, ты поехала виза ранить. Да, я поехала, значит. А я никогда этим не интересовалась, я даже не знаю, как бы, куда, что. Я сажусь в машину. Куда-то везут. Я говорю, спрашиваю, извините, а куда мы едем? За границу везут. За границу. Говорю, куда мы едем, и сколько это времени займет? Потому что я знала, что, как бы, там другая валюта. Я все думаю, как я буду расплачиваться. Я подготовила рюкзак, термос, бутерброды. Все, думаю, на весь день. Мне говорят, мы едем в Требенье, через полтора часа будем там. Черногория. Я еду из центра Черногории в другую страну за полтора часа. Не могла представить, да, что так все рядышком? Не могла, да, да. Интересный, конечно, тоже опыт. Также был интересный опыт на границе, который мне бы не хотелось больше проходить. Короче, ты всего хватанула. Я хватанула всего, да. Я выслушала, у меня была целая пятиминутка унижения. Ну, это я так называю, пауэрл, да, пятиминутка. На самом деле, 40 минут мне пограничники читали лекцию на Черногорском, что я нарушила закон. Задают мне вопросы, почему я так поступила, почему я не... А вот это вот унизительное просто чувство, когда ты не можешь постоять за себя, просто потому, что ты не можешь объяснить на их же языке, я не плодею черногорским, что я не хотела нарушать закон, что я заплатила людям деньги. Но черногорская бухгалтерша, извините, сделала все для того, чтобы я сейчас находилась здесь и терпела вот это вот... Ну, самое страшное, что это никого их не интересует. Нет. Ничего, прислушались? И вот, что я хочу заметить, что 40 минут они мне там это все оформляли с параллельными лекциями, но когда подключился к разговору, ну, тот человек, который вез нас на визаран, и объяснил пограничникам, что, ну, как бы, вот у меня такая ситуация произошла, а бухгалтер очень сильно подвела, они извинились. Я была очень удивлена, они принесли свои извинения, сказали, что нам очень жаль, что с вами такая история получилась, но мы, как бы, должны выполнять свою работу, понятно, что они должны это делать. И штраф был небольшой, 40 евро. Я знаю, что если через туристичку решать эти вопросы, там и до 100 может дойти. 200 вообще. Вообще 200-1200 за нарушение визового режима. 40 обычно, знаешь, когда ты идешь сама сдаваться, ну, опять же, писал бы, мне задавал бы вопросы, хотя бы. Идешь к инспектору по странцам и объясняешь. Он по-русски говорит достаточно хорошо, потому что постоянно с нами имеет дело, да? Ты приходишь, говоришь, такая ситуация. Ребят, вот так и так мне дали вот эти документы, меня ввели в заблуждение. Я-то жду, я уверен, что все хорошо, а все нехорошо. Он говорит, я все понимаю, 40 евро заплати, пожалуйста, и выезжай на следующий день, провизорань. Вот, можно было так сделать, было бы проще. Ну, я не знала, да. За чашкой кофе, грубо говоря. Опять же, та информация, которую я получила, я сразу пошла в действие. Да, ребят, вы, если вы там считаете, что видео немножко затянуто, не затянуто, каждое слово очень важное, каждая, каждая вставка, каждое Юлина слово, оно очень важное. Это просто такая видеоинструкция, как не попасть на бабки. Реально, вот будете когда получать, просмотрите несколько раз и запомните, и оставьте где-нибудь в закладках, чтобы просто у вас это было под рукой. Потому что тут, я почему, я сразу согласился, говорю, давай писать видео. И Юля говорит, давай писать видео, потому что, я уверен, это видео поможет. Ну, не тысячам у меня не такой большой блок, но десяткам людей прям так точно поможет не попасть в такую ситуацию. Все проверяйте и вот слушайте дальше. После того, как я вернулась уже в Черногорию из Боснии Герцеговины, в обед, я ела дома свою бутерброду. Оказалось, что это путешествие короткое, да? Короткое путешествие, да. Больше времени на границе стояли. Да, да, да. Я сбросила фотографию со штрафом Ире с вопросом, не хочет ли она мне его возместить. И рассказала, что да, она все возместит, но вообще-то она не понимает, почему я поехала за границу. И вообще объясняет то, что меня оштрафовали, знаешь, чем? Жги. Уже, 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 еще интереснее. Тем, что я включила магнит, все плохо. А-а-а, Балиновская подъехала. А-а-а, понял. Вот не включала бы магнит. И все было бы хорошо. Если бы я вот с ней продолжала на ласковой ноте общение. Мне кажется, магнит, все плохо, ты включила еще и в России, когда первый раз это сообщение написала. Я ей так и написала, я говорю, Ира, у меня все прекрасно. Все плохо было только, когда я выбрала тебя. В общем, да. И у нее появилась новая версия. До этого, я напомню, она говорила, что мне пришел отказ из-за того, что в МОПе потеряли договор, тот самый заветный. А теперь новая версия. Я хочу прочитать, я просто... Давай. Да, история интересная. Новая версия заключается в том, что... А, да, я ей написала после этого штрафа, что закрывай фирму, делай перерасчет за свои неоказанные услуги и давай расставаться. Она мне пишет, я не закрываю фирму, слишком много и слишком долго я работала с твоим пакетом. Твой боровок будет на днях, и мы закончим общение. С моей стороны, не было допущено ошибок. Будву, внимание, начали жестко проверять на адрес проживания и адреса по договору. Сейчас задействовано слишком много сил и людей для твоего боровка. 40 евро штрафа я возмещу. Хоть и не понимаю, зачем ты поехала границу пересекать без документов. На это я и ответом сделала ее же сообщение про космического полицейского. Да, да, да. Ну, в общем, уже начинается у нас вот такая с ней скандальная, скажем так, история. Напряженная уже общение, да. Естественно, я постоянно ей задаю вопросы, когда, когда. Да, она мне отвечает в конце недели, в конце недели. Эти же самые вопросы я пишу ей уже в Инстаграм под ее постами. А Ира купила машину. Ну, по-человечески я за нее рада, молодец. Ну, как бы мне хотелось бы свою ситуацию тоже завершить. Вот. Ну, в общем, одно сообщение написала, Ира удаляет. Второе сообщение написала, Ира меня блокирует. Да, вы, если будете заходить в аккаунт Ирины Ириски из бара, вы не найдете плохих отзывов, их просто удаляют. Да. Вот. А иначе бизнес не пойдет. А иначе бизнес не пойдет, да. Ну, мы уже идем к завершению, потому что с того момента я уже, в принципе, начинала действовать параллельно, скажем так. От нее я уже ждала на тот момент только деньги и хотя бы закрытие фирмы, чтобы сократить мне свои расходы. Потому что я уже собиралась подаваться самостоятельно на боровок. И тут вот я еще очень важную деталь упустила, то, что поскольку я устроилась на работу официально, а ты знаешь прекрасно, что если вы хотите, чтобы ваша фирма в Черногории работала долго и счастливо, вы работаете в белую. Да. Здесь не как в России, там какие-то схемы махинации, нет. Здесь все в белую. И когда я устраивалась, мне сказали, что мы можем принять только официально. Поскольку у меня была вот эта история, что мне должны дать ВНЖ, мы договорились так, что пока у меня испытательный срок, я как раз получаю, значит, ВНЖ, и дальше мы уже решаем. Либо, может быть, между собой заключаем договор. Да, если это двум сторонам невыгодно, то я закрываю фирму, прерываю боровок и подаюсь заново уже по работе боровок делаю. Ну, все правильно с твоей стороны, да. И тут опять же спасибо моему руководству, святым людям, которые они реально рискуют. Я в салоне работаю. Конечно. Если будет какая-то проверка, то это будет тоже очень неприятно. Не, ну, испытательный срок, понятно, официально оформленный, в принципе, ничего не будет, но... Да, это не может тянуться вечно. Да, да. Это нужно делать, конечно. И тут мне никаких сроков не дает. И я уже параллельно хочу идти в МУП, ну, по крайней мере, узнаю по поводу документов и понимаю, что за все вот это время, пока Ира не признавала свой большой косяк во всей этой истории, у меня уже просрачивается, извиняюсь за некрасивое слово, справка о несудимости. Ну, а ты в курсе, что у тебя еще проблемка появляется? Какая? Да, да. А вы уже, как бы, пользуетесь фирмом. Юрлицо существует, и оно должно платить налоги. По-другому никак не бывает. И поэтому все налоги вам придется заплатить. Придется заплатить. Я уже заплатила, если что. Заплатила, да. Живу спокойно. Да, да. В общем, на чем я остановилась. Да, на том, что я ее все спрашиваю. Она меня блокирует в Инстаграм. Вот, но при этом в WhatsApp она отвечает. И вот мне все, завтраки-завтраки. Окей, что уже идет уклон на то, что она все свои обязательства сделала. Вообще-то, и сейчас она просто помогает мне. И что я сама виновата, потому что я негативно мыслю. Да, уж. Зачем так негативно? Я каждый раз спрашиваю ее. А я ее реально спрашиваю. Ир, ну окей, ну вот как ты сама считаешь, если я не получаю боровок, что тогда мы с тобой делаем? Как бы я ее подвожу к черте, я пытаюсь. А с нее как с гуси вода. Она говорит, что я просто негативно мыслю. А она просто позитивно мыслю, поэтому и все хорошо. У нее все хорошо, и это так и есть. В общем, в мае месяце, где-то вот в середине мая, я ей уже объясняю. Ну просто говорю, Ир, по-человечески, вот ты сама как считаешь? Я говорю, я работаю в фирме. Я говорю, я подвожу людей сейчас. Не ты меня подводишь, я уже подвожу людей из-за тебя. Они на уступки пошли. Скажи сроки. Вот ты сама, говорю, как чувствуешь, как долго может длиться эта история с завтраками? Ну она там отнекивается, отбракивается. У меня есть еще одно обалденное голосовое. Голосовые мы любим. Да, чтобы мы без них делали. Сейчас. Ты не можешь его не получить. Я не могу сказать точный срок, потому что сейчас задействован начальник Будванского МУПа, который сам сказал, я дам в Энже. И сам сказал, ближайшие сроки. Я не могу ему позвонить и сказать, алло, когда точно. Ну, типа, это и так уже там супер задействованы люди, поэтому ты вот точно получишь. Точно получишь ближайшую, ну, давай неделю возьмем. Просто мне обещают до конца, до выходных, до этих. Ну, я беру с запасом время. Следующая неделя потолок надо взять. Ну, мне так кажется. Я там три дня, ну, как бы, потолок, я думаю, нужно неделю взять. Хочу верить, что я его так же... Я очень хочу закрыть этот вопрос. Очень хочу. Я каждый день, ну, не каждый день, каждые два дня, я пишу, понимаю, что, как бы, там, люди, которым не хочете, чтобы я им писала, наверное, я пишу каждые два дня. Хочу закрыть этот вопрос. Единственное, неположительный, скажем так, кейс из 25 и при этом вот такой. Я, конечно, его хочу как можно скорее закрыть. И не получить такого точно не будет. И не получить ближайшее время такого тоже точно не будет. Не хочу я рассматривать вариант. Ты рассматрешь худший вариант всегда, и все худшее случается. Я не хочу рассматривать худший вариант. Ты получишь в ближайшее время VNG. Это мой вариант. Слушай, ну... Это был вариант на середину мая, да. Позавидуешь, на самом деле, таким связям. Самое главное в МУПе, в палит, это ж полиция. Да. завидую немножко белой зависти такое мы тут воротили слушай ну ты можешь точно так же уверенным голосом говорить что у тебя есть связи и так же будут завидовать в общем все заканчивается на том что она сама в итоге говорит что до конца месяца то есть до конца мая если мне ничего не выдает то мы делаем перерасчет и вот по моему было 10 июня а я сама уже как бы не пишу я жду уже свою справку о несудимости из россии ну ты начала сбор документов заново да в общем она мне пишет вопрос буду я сегодня в будве в обед или нет а я в этот момент еду на экскурсию на скадарское озеро я говорю что я сегодня в обед не буду давай завтра она говорит нет завтра нет тогда в понедельник или во вторник окей проходит две недели я пишу сообщение а ты какой понедельник или вторник хотела заехать можно конкретней я вижу что сообщение не доставляется и также я вижу что последний раз в сапе она была вот на следующий день после того как отправила мне то сообщение с предложением о встрече две недели прошло и даже когда она куда-то уезжает путешествие она в принципе всегда на связи не дай бог что-то случилось как тут начинаешь переживать дать я же не хочу ловить негативно же в области ирины и риски из бары это по негативно да я начинаю переживать прихожу на работу говорю коллеги суждаем посмотрим instagram что происходит активный да нет вот меня то заблокировали я же не вижу мы заходим instagram а там ирина и риска просто пилит офигенный контент stories и как она плещется в бассейне на севере черногории у человека все отлично и юлька коллега мне говорит да она тебя просто заблокировал вот сайт и все на этом закончилась получается моя история с иринкой риской а и кстати она уже переобувается потому что теперь у нее в instagram стоит в шапке не акцент на то что она делает релокацию и помогает спинджи она акцент на том что она делает экскурсии и туры по черногории лицензии у нее нет за такой короткий срок она его получить эту лицензию не могла кстати строго здесь с этим но господи море по колено ирине из бара подтверждение у нас такая перебивочка между это как раз шлифовочка потому что я сейчас озвучу цифры сам самое интересное самое интересное я уже не помню по моему в середине июня я уже обратилась бухгалтер я поняла что эти дамы мне помогать закрытием фирмы тем более за свой счет не будут а вопрос решать надо время идет деньги капают конечно и я пошла к бухгалтеру который ведет нашу фирму где сейчас работаю и вот тут вот знаете это просто небо и земля у меня просто поменялось видение черногорских бухгалтеров потому что если я до этого была убеждена что это абсолютно нормально когда бухгалтер постоянно опаздывает причем серьезно что абсолютно у нас тут музыки не будет в этом видео но зато будут колокола вот ребята немножко черногорской атмосферы и не перебивают они друг друга ребята пока что переварите всю информацию мы продолжим я специально не хочу нарезать чтобы вот была вот эта полнота событий от начала до конца это как раз такая заманушечка чтобы люди подождали как перед новым годом да 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 о деньгах идет речь ну и в итоге этот бухгалтер у тебя уже новый да бухгалтер уже новый и просто они с восьми работают также 8 00 я была на пороге 8 00 все работали уже в этом офисе чистота порядок идеально расставленные папки и тот варианта у лили где просто случайно нигде факультет я пока не знаю где факультет а да 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 где факультет напротив мои бухгалтера если что ребята вот и подошли к тому что это мои бухгалтера через которых делаю я в нж и там все организован четко ну в общем сколько стало мне вся эта история давай 1350 евро я платила ири за ее полный пакет и это были цены 22 года я приехала в черногорию 23 году но ира любезная девушка она для меня заморозила старый то есть сейчас но с 23 года набрала уже больше я заплатил 1350 плюс 150 евро за тот самый да не состоявшийся договор плюс к этому 40 евро штрафа плюс к этому уже 300 евро за закрытие фирмы плюс к этому оплата 6 месяцев налога то есть опять же если бы раньше все вскрылась и если бы не тянули дозу не тянула бы и просто по-человечески там объяснила ну вот такая ситуация я бы заплатила не за 6 месяцев налога плюс годовой отчет сюда мы приплюсовываем 665 евро плюс я считаю важным сюда также включить 3 месяца оплаты туристички по 30 евро потому что я оплатила и налог за фирму которой я вообще никаким образом не пользовалась и туристичку туристичку если у тебя была вот эта вот штука на руках тебе бы ничего не нужно было платить да в итоге ты попал и на это да наложилось ну и плюс визораны там может быть не такие большие суммы но все равно 30 евро извини меня 40 30 40 евро за поездку когда и все вместе то что я сейчас озвучила это 2615 евро помимо к этому сроки сроки то есть я жду вот на днях должна приехать моя коллега привести уже мою новую справку они судимости опять же я заново подаюсь на внж там какие-то но уже может быть мелкие но расходы финансово все равно они будут в общем история получилась не из дешевых ну плюс полотно вы конечно у тебя в три тысячи ты влезешь да и тут мне хочется задать вопрос и тебе и наверно зрителям как в той песне да что ты имела ввиду вот и рассчитает что она выполнила все свои обязательства что она мне ничего она всю свою работу сделал а я не могу понять где мой барбак я считаю а ну кто да как бы рамки ставит где там ее какие-то там да там обязательства и так далее я считаю она не выполнила главное обязательство изначально это мое мнение если что ирина если вы меня смотрите я только свое мнение высказываю изначально ее вот ну дальнейшем понятно человек будет этим заниматься спешите у меня вы когда будете делать вы скажите юль смотри у тебя не хватает договора аренды когда он тебя будет мы начинаем не торопитесь или ребят вы деньги заранее тоже не отправляйте никому не надо вы приехали сюда все быстро делает сейчас его глаз дернулся все быстро делается вы когда на месте у вас все документы то есть я только в этом считаю что изначально было неправильно начинать делать без пакета документов но это неправильно вообще в оформлении документ это все что ты пойдешь делать визу шенген и у тебя не будет загранпаспорта такая все собрала все проплатила а загранника нет не дали шенген интересно почему куда его ставить ну согласись да то есть изначально начинаете делать есть конечно документы которые со стопроцентной гарантии сюда придут точно это там справка медицинская ты ее сделаешь тут по-любому ты идешь и делаешь без всяких проблем квитанции оплатятся оплатятся тебе просто до почта дайте а вот договор аренды тут эту засаду конечно устроили не так давно там полгода назад но она есть и с этим вот нужно сразу проработать вот договор аренду вас должен быть я вообще всем советую вы когда заселяетесь квартир валом кто говорит тут квартир нет ну да там разбирают но ребят вы когда вы платите деньги вы платите три месяца там аренда выплате иногда шесть месяцев вы хозяин скажите мне нужен договор и вы с ним идете и делать договор аренды стоит мне вышел договор на четверых получается 40 евро что ли я с хозяином пошел и говорю мне нужен договор она говорит да алекс но проблем и дому мы пришли я заплатил 7 евро за каждый договор он пропечатан но нужен на каждого члена семьи там на четверых допустим один хозяину квартира один остается у нотариуса вот я за это за все там евро 40 заплатил никаких 150 ничего вы уже платите деньги за квартиру они должны платить налоги с этого то есть ребят вы не должны никому завышенную цену платить нет хозяин хватит вот мой контент он прямой как стрела я не знаю ну хватит вам вам вот вы приезжаете у вас есть такие же права даже человеческие права вы приехали вы заплатили деньги и вам еще говорят но чтобы договор мы еще те каждый месяц плюс 100 евро будем почему ты уже получаешь выгоду ты поставил центры с нее должен уже в уме держать что ты платишь налоги но мы это как-то поощряем да ладно дату и и кто на то и выходит что мы сами так сказать что не то чтобы мы это поощряем но ведемся же мы на это но я думала что по-другому здесь нельзя ну что как бы ну да меня как бы ставит перед факт это опять тебя ввели вот в заблуждение что надо именно так опять вот пытаюсь я доносить в каждом видео все они так все так же как у вас было есть налоги есть налоговая система есть бизнес есть покупатель либо потребитель услуги все то же самое да понятно вы когда приезжаете поначалу и я такой же был меня водили за ручку поэтому я вот так вот иду мне иди туда я пошел туда что вот там покажи глаза справку тебе дадут дали справку иду с этой справкой я сам понимаю я вас понимаю те кто только приезжает но вы задавайте вопросы ребят задавайте вопросы делитесь видосом это не просто сейчас там просьба для роста моего канала хотя это будет полезно если он вырастет ну побольше людей узнает то есть вот это супер подробная история тебе огромное спасибо тут ну все все тут не подкопаться грубо говоря да то есть это видео она будет всегда она никогда не удалится я знаю тут на меня частенько наезжают за плохие отзывы пишут там угрожают можете писать что угодно ребят это видео будет на месте она никуда не денется потому что это видео полезно и она поможет многим такая ситуация есть людям которые оказывают услуги но всякое бывает я понимаю но умейте и принять и критику потому что отзывы бывают не только хорошие бывают и плохие да мне тут тоже еще было очень странно наверное как человеку который всю жизнь работала сама на себя в россии я была частным дизайнером и я работал с разными людьми и я работал с разными бюджетами но для меня всегда была важна в первую очередь даже не финансовая составляющая моя репутация и были разные ситуации когда были косяки и не по моей причине но из-за того что я беру за это деньги я был я считал себя ответственной и когда нужно было когда я считала это правильно я и возвращала деньги и платила из своего кармана потому что мне важна моя репутация тут маленькая черногорская страна девочка блогер я честно скажу что когда я уже понимала что я буду обращаться к ире я понимала что эта девушка ну скажем так не высокой мыслия человек но мне казалось что носить вот эти бумажки собирать как бы большого ума не надо я ошиблась оказывается бывают форс-мажорные обстоятельства когда человек уже стоит перед выбором поступать ему по совести и тут уже надо понимать насколько есть совесть у этого человека в общем до чего я так боялась приезжая в черногорию что меня кто-нибудь обманет то со мной и случилось это просто ты мыслила да да магнит все плохо ребята мыслите позитивно и с вами случится как с юлей я шучу ребят просто обращайтесь к людям которые не будут обещать золотых гор не будут обещать вам внж за две недели потому что тоже я это часто слышу не будут обещать сделать любую справку вот так вот прям не будут говорить что у меня там дядя в мупе работает просто обращать человек который вам скажет чувак надо вот это вот это вот это от тебя нужно вот столько-то денег да есть задержки да ну они адекватные на полтора месяца да фиг с ним два месяца не полгода понятно вот и ну вы как бы как сказать в эйфорию не уходите не уходите в эйфорию до черногории не уйти в эйфорию ну это документы да вы понятно вы перепоручаете все но вы будьте как бы адекватные понимаете что без каких-то документов вам просто физически не сделают как пример загранпаспортом и геном да то есть будьте адекватны спасибо ребят за просмотр я еще хотела бы совет добавить важно давай взгляд еще большая моя ошибка как бы я нести я люблю четкость но в тот момент игры я была видимо на стрессе и подавлена и я очень важный момент упустила надо было очень настойчиво попросить иру расписочку от руки о получении денег которые я и передала и за что именно к сожалению здесь я просто лохушка я скажу секрет если хочешь чтобы тебя до обдурили напиши расписку расписки тоже не работают да для собственного успокоения да но можете попросить спасибо тебе огромное за такое интервью спасибо реально мне кажется на моем канале это будет одно из самых полезных видео его надо куда-то в отдельный плейлист закрепить потому что яркий пример и таких лучших до пишите ребят если с кем-то так случилось пишите запишем сделаем плейлист обязательно запишем видосы и вашей истории расскажем так что это как это грабли да игра грабли будут у нас свои такие все ребят пока пока подписывайтесь делитесь видосом и чау-чау